Добро пожаловать в Чешайер Корнерс! Меня зовут Рита Цалюк, и я буду гостином, как мы путем через глаза. Здравствуйте! Добрый день! Сегодня у нас в гостях Женя Краковская. Кшанская. Кшанская. Краковская идея, чья фамилия, мы знакомы 150 лет. И Женя, как и я, была инженером-строителем в Киеве. Но теперь, уже очень долгое время, она психолог в Израиле, и она лечила людей, которым нужна была психологическая помощь после войны. И у нее есть целая волонтерская организация. И мне очень интересно, чтобы она со мной, со всеми вами поделилась своими впечатлениями от того, что происходит, и сказала, что ей кажется нужно больше всего. Здравствуйте! Ну, я немножко действительно расскажу о себе и, в общем-то, о своей деятельности, которая может быть релевантна для вот этого вот проекта. И действительно, я психотерапевт, я работаю в этой области уже больше 30 лет, преподаю в разных израильских учреждениях, веду студентов, и как психотерапевт, и социальный работник. И с начала войны с Украиной, в Украине, примерно на второй день, я спросила себя, что я как частное лицо могу сделать. И, в общем-то, ну, как немножко такая небольшая предыстория, у нас в Израиле, к сожалению, довольно много войн происходит на, скажем так, за моё 30 лет, которое я была в Израиле. Я, наверное, сама пережила уже, ну, 5-5 войн, это уже как бы 6-я война, скажем так, с разной степенью вовлечённости, с разной степенью участия меня и моей семьи. И поэтому у нас накопился очень большой опыт, в том числе опыт психотерапевтической работы с пострадавшими от войны, от пострадавшими от стрелов, с пострадавшими от потери близких. И тогда, когда я спросила себя на второй день войны, что я могу сделать, это именно то, что я себе ответила, что я, как бы, в общем-то, довольно много времени провела на наших горячих линиях во время, как бы, наших военных действий. И примерно то же самое мы можем сделать в Украине, тем более, что, в общем-то, понятно было, что у них такого, таких услуг и такой возможности нет, опять же, в ситуации, как бы... Ну, во-первых, нет вообще, потому что Украина до этого не воевала. Сейчас уже есть. Сейчас уже у них, к сожалению, очень-очень большой опыт, они уже могут других научить. До этого у них не было подобных услуг, потому что Украина до этого не воевала. Вот. И я тогда подумала, что, наверное, я такая не одна. Хочу помочь. И бросила, как бы, клич в профессиональном сообществе. И очень быстро, буквально за час, нашлись 15 волонтерок, женщин, которые, так сказать, тоже захотели в этом участвовать. И мы сделали список, где дали наши личные телефоны и запустили его в сеть. И, в общем, он очень быстро пошел, разошелся. Мы, как бы, стали получать невероятно количество обращений. Потом мы уже немножко стали... Мы сделали это более организованно. К нам все время подключались разные другие терапевты. И, кстати, из разных стран. И у нас довольно много, и сейчас, как бы, волонтеров, людей из Соединенных Штатов, из Канады, из Германии. Вот. Многие в прошлом израильтяне. Многие и никогда не были израильтянами. Вот. И это самое, как бы, в общем-то, оно так разрослось. И на некотором этапе у нас было около 250 человек волонтеров. Мы получали огромное количество обращений. Ну, кроме того, наладили такую, в общем-то, систему обучения, консультации и всякой, так сказать, другой групповой работы. Ну, на данный момент мы получили где-то больше 5000 обращений с Украиной. Но, к сожалению, когда началась война в Израиле, мы очень быстро перестроились на израильские рельсы и стали работать с израильтянами. Ну, в Израиле, надо сказать, что таких проектов профессиональных, и не только проектов, а вообще таких услуг профессиональных достаточно много. Поэтому мы, скажем так, по-прежнему наша ниша – это реженцы с Украины. И, в общем-то, скажем, те люди, в основном, которые знают нас еще по украинскому проекту. Жень, а как же они знают, как они знают? Проект у нас называется «Ирис». И, в общем-то, создание поддержки с израильской психологической поддержкой и резервность, как бы вот это вот внутреннее укрепление стрессоустойчивости и с израильской поддержкой. Вот. Ну, как бы сейчас мы работаем довольно много с израильской аудиторией. Но я лично очень много работаю с пострадавшими от травмы, работаю со всякими, так сказать, организациями Министерства безопасности и разными нашими другими организациями и с теми, кто пострадал на этом ужасном фестивале, с их родственниками и, в общем-то… И я думаю, что со временем у меня будут еще и солдаты. Пока у нас как бы солдаты, ну, к сожалению, тоже и погибают, и травмируются. Но, видимо, до психологов они еще не дошли. Или пока ими занимается армия. Вот такая вот какая-то сама ситуация. Жень, а вот расскажи мне, что получается? Ну, я понимаю, что психология – древняя наука, психотерапия. Но не все же реагируют на нее. Есть люди, которым не помогают или всем помогают? Как ты сейчас? В принципе, мы считаем так, что самое лучшее – это сочетание психотерапии с лекарственной поддержкой. Вот, как бы лекарственная поддержка действительно, как правило, означает психиатр. Я знаю, что в последнее время достаточно много, ну, скажем, я слышу очень много голосов и в профессиональном поле, и не в профессиональном поле о том, что иногда вот этот вот каннабис дает, в общем-то, очень хороший эффект и дает лучший эффект, чем, как бы, так сказать, такие стандартные лекарства, которые рекомендуют психиатры. И, в принципе, и достаточно часто люди пострадают, с которыми, так сказать, ну, потому что у них диагностировано посттравматическое расстройство, то, что называется ПТСР, и, в общем-то, дают, так называемую, медицинскую, как бы, медицинскую марихуану. У нас марихуана не разрешена, у нас можно только медицинская марихуана, и, в общем-то, они получают и, как бы, так сказать, употребляют. Они говорят, что это очень облегчает, как бы, состояние, и мне тяжело что-то об этом сказать. Я, действительно, это достаточно новая для нас область, вот. И, ну, в принципе, то, что нужна какая-то, ну, скажем так, химическая поддержка при очень многих, так сказать, заболеваниях, при посттравме, это, как бы, не обсуждается, это понятно. Это, скажем, может быть, не совсем моя область, но, как правильно, в общем-то, это идёт именно такое сочетание. Знаешь, я долго не понимала, почему люди принимают каннабис, и пока я вдруг не поняла, что большинство людей принимают каннабис от инкзайти, что в переводе на русский тревога, правильно? Просто инкзайти более ёмкое слово. Но оно работает примерно как алкоголь. Вот принимаешь, работает, перестал принимать. В принципе, знаете, такой естественный антидепрессант, который людям доступен, который, скажем, не ассоциируется с медициной, не ассоциируется с таблетками, и который, в общем-то, да, достаточно легко взять, ну, и, как бы, на мой взгляд, так сказать, небольшая проблема понять дозировку. Потому что с лекарствами проще, тебе врач выписал, ты знаешь, тебе одна таблетка утром, одна таблетка вечером, и всё, ты спокойна. И я спокойна, как-то сказать, терапевт, потому что он, как бы, ну, если уж совсем не сумасшедший, не возьмёт все 10 таблеток сразу. Вот, с каннабисом это немножко сложнее, потому что, ну, человеку грустно, ну, у него появился флешбек, у него появились тяжёлые воспоминания, взял, покурил. Как бы, так сказать, может быть, 3-4-5 раз в день и всё такое. И тут вопрос, то сказать, насколько это не перейдёт какие-то такие границы. Ну, я думаю, что это какая-то область, которую стоит ещё разработать, наверное, нарисовать какие-то гайдлайны, и как-то, в общем-то, понять, как сделать так, чтобы употребление, ну, не вредило, а всё-таки помогало. Жень, а многие из твоих пациентов принимают ССРАИС, то, что здесь называется ССРАИС, я не знаю... ССРАИС, да. Так и называются, да? Сератонин... Скажу так, очень многие принимают ССРАИС, не только из моих пациентов, а вообще из пациентов. Я сейчас для наших гостей переведу это. ССРАИС – это значит антидепрессанты, правильно? Это антидепрессанты по типу проза. Они работают над серотониновые препараты, они работают над... Есть гормон, который доставляет удовольствие, называется серотонин. И вот эти вот препараты, они работают или над количеством серотонина, или над восприимчивостью, всасываемостью серотонина. То есть ССРА – это серотониновые препараты. Их надо для того, чтобы они начали действовать, их надо принимать в течение минимум двух-трех недель. И, скажем так, не у всех на это хватает терпения. А когда человек начинает принимать эти препараты, очень часто, наоборот, как бы симптомы еще ухудшаются. Я могу сказать, что я хорошо знаю про ССРАИС, потому что я сама их принимаю. В первый раз у меня заняло 2-3 недели подобрать правильное лекарство, а второй раз, когда мне нужно было, это заняло примерно 6 месяцев. И 6 месяцев – это тяжело. Когда тебе плохо, и только терапия не помогает. Я думаю, что действительно, во-первых, важно подобрать правильное лекарство и правильное, то, что называется, дозировку. Вот. И, во-вторых, как бы, ну, очень жалко, что так долго, так сказать, занял весь этот процесс. Вот. Но, в принципе, скажем так, обычно такой стандарт ССРАИС, он примерно через, ну, такого вот, типа, проза, а он где-то через 2-3 недели начинает действовать. Проблема в том, что, Жень, что они стараются… Они что делают, врачи, Жень? Они дают тебе дозу, правильно? Если она не помогает через 2-3 недели, они ее увеличивают. Опять смотрят 2-3 недели, опять увеличивают, опять смотрят и так далее. Но я остановилась на пол. Это не совсем. У меня так было. Может быть. В Израиле, допустим, все вот эти препараты дают семейные врачи. Вот. Если не помогает семейная, если ты приходишься… Ну, иногда он там уже чуть-чуть поиграться с дозой. Но, в общем-то, если не помогает, он посылает к психиатру. Но психиатры, они, так сказать, мастера сочетания всего-всего-всего. Тем более хорошие психиатры, они, так сказать, в общем-то, находят человека какой-то такой коктейль, который ему помогает. Ну, скажем, большинство моих пациентов, как бы, в общем-то, то, что выписывает семейный врач, плюс-минус помогает. Кроме того, что, да, бывает, как бы, пациенты с очень такой, ну, тяжелой депрессией и все такое. Вот. И тогда там, ну, скажем, нужна очень такое сильное психиатрическое дешательство. Вот. Ну, а что вы делаете? Какие есть варианты для тех людей, которым ничего не помогает? Ну, что за что не помогает? Есть все, что угодно. Есть шок, этот самый электрический шок, есть много чего. Вот. Но, опять же, что называть помогает? Я думаю, что тут важный очень вопрос понять, что называть помогает. То есть депрессия, скажем так, в моем клиническом понимании, человек, который не стоит с кровати, человек, который не ест, человек, который не спит, человек, который, скажем так, очень это самое. Очень многие люди скажут, что у меня иногда будет плохое настроение и называют это депрессией. Поэтому, как бы, так сказать, тут очень важно понимать, что такое клиническая картина и как она будет. Давай мы остановимся на секундочку на этом. Что вот ты, наверное, знаешь лучше, чем я? Академически, что называется депрессией? Депрессия есть как бы совершенно четко, вот есть такое понятие, называется ДСМ. ДСМ, по-моему, последнее уже вышло пять. ДСМ – это как бы вот такой вот справочник психиатрических болезней. Это очень-очень-очень большой массивный справочник, там, где все, так сказать, какие бы то ни было эти самые изменения, они, в общем-то, все душевные как бы состояния, расстройства и все, они там описаны. Депрессия по, так сказать, по критериям ДСМ, ну я как бы сейчас не помню, но, в общем-то, там есть как бы важное, так сказать, влияет на функционирование, влияет на сон, влияет на аппетит, влияет на как бы желание жить. То есть на настроение и все такое. То есть, как бы там есть достаточно, так сказать, по ДСМ, это достаточно четко все определено. Вот, это самое. Ну а давай я дам тебе определение, не академическое определение, а определение из моего собственного опыта. Депрессия – это такой длинный-длинный тоннель, который тебя засасывает в какую-то глубину, черную дыру какой-то, в которой ты выбраться не можешь. И все, что ты вот себе представляешь обычный каждый день, вот ты идешь и думаешь, вот сейчас приду, автобус приедет, я седу на автобус, куда-то доеду. А здесь ты идешь и думаешь, автобус точно не приедет, я точно никуда не доеду. И чем хуже, тем лучше, чем хуже тебе кажется, что думаешь, чем лучше ты себя чувствуешь, как вот все наоборот. Ну так, ты очень хорошо описала когнитивную составляющую, как бы, так сказать, депрессии, да. Кроме когнитивной, есть еще эмоциональная, физиологическая. Но, в принципе, с точки зрения вот ощущения когнитивной вот этой вот безысходности, вот этой вот, часто очень есть какой-то неприязнь к себе, часто есть какие-то тяжелые мысли о будущем, то это, как бы, действительно хорошо, так сказать, описывает депрессию. В данном случае, опять же, проблема в том, что препараты редко влияют на мысли и на когнитивное состояние и на все такое. То есть препараты влияют на тело и препараты немножко влияют на ощущения. Вот, в принципе, да, когда человеку, скажем так, ну, когда у него больше серотонина, ему жизнь кажется в более розовых тонах, это правильно. Не то слово, Женька, не то слово. Просыпаешься утром счастливым человеком, засыпаешь вечером счастливым человеком, и все, что ты понимаешь о жизни, ты просматриваешь через эти розовые линзы, и все у тебя кажется замечательным, несмотря на то, что произошло. И это не академически, это из собственного опыта. Ну, хорошо, я не слышала, чтобы, так сказать, таблетки кого-то делали таким счастливым, но это самое, может быть, да. Ну, замечательно, да. Вот, но, в принципе, как правило, таблетки просто снижают, как бы, остроту симптомов и снижают вот эту вот остроту плохого ощущения. Опять же, я допускаю, что есть какие-то другие препараты, которые я не знаю, которые, так сказать, дают действительно какое-то ощущение счастья. Может быть, это больше, если это какие-то наркотические препараты, мне кажется, более энергичные. А, в принципе, если сарай, он, как бы, не должен, так сказать, давать ощущение счастья. Не должен давать ощущение эйфории, но дает. И в моем случае, во всяком случае. Я даже после того, как мне подобрали лекарство, я начала говорить, что счастье, оно зависит от дозы. Ну, да. Многие говорят, что счастье – это правильно подобранное лекарство. Ну, скажем так, это точка зрения. Я не буду с ней спорить. Я, как бы, так сказать, это самое. Может быть, тебе, как это самое, как, то, что называется, нет более умного, чем тот, кто имеет опыт. Так, может быть, ты, как имеющий опыт, как бы, так сказать, можешь сказать. Да, настоящий ученый, все на себе. Жень, я вот хотела тебя спросить. А у вас, наверное, сколько у вас там в Израиле популярно или популярно в твоих кругах, в профессиональных кругах? Что вы думаете о сайкоделликах? У нас это сейчас очень модно. Это такой большой хайп здесь. Но и новый ренессанс. Ренессанс наркотиков. Я тебе быстренько объясню и тебе, и нашим зрителям, а что я подразумеваю под ренессансом наркотиков. Наркотики не были исследований в течение 200 лет. А потом еще в течение последних 100 особенно, потому что они были запрещены. И вот теперь, когда они начинают быть разрешены, в это время находят в них те составляющие, которые помогают людям от депрессии, помогают людям от других болезней. И то, что мы думаем о наркотиках, мы начинаем немножко думать в другую сторону и воспринимать их по-другому. То есть, например, мы все знаем, что героин – это плохо. Но морфи – это тот же героин, и нам давали это всегда во время операции. Правильно, мы знаем, что во время операции мы получаем свою дозу морфия, но это нормально, потому что это операция. Мы не привыкаем к этому, потому что это один раз сделано и сделано во время операции. Потом кетамин, например. Кетамин – это лекарство, которое используется анестезиологами, тоже во время операции, используется очень давно. Но недавно замечено, что после операции люди возвращались после наркоза счастливыми и начали это исследовать, что же происходит. И поняли, что в маленьких дозах кетамин работает как антидепрессант. Вот у нас уже последние 10 лет в Америке постепенно появляются кетаминовые клиники, и теперь уже можно кетамин получать не только внутривенно, но и конфетками. И сейчас они думают, имеет ли смысл принимать вообще каждый день чуть-чуть кетамина, но никаких доказательств нет, что это помогает, но думают в этом направлении. А дальше начинают идти еще дальше. Говорят, а что насчет грибы? У нас, наши с тобой. Ты помнишь, кто вообще, кто пользовался наркотиками в нашей предыдущей жизни советской? Вот кто курил гашиш? Гашиш – это экстракт из канаписа. Помнишь, кто? Нет. Граф Монте-Кристо. Ну, а Граф Монте-Кристо, может быть. Если он из нашей предыдущей жизни, тогда да. А ты помнишь, кто варил суп из грибов? Ведьмы. И Бабека. Ну, да, ведьма. То есть у нас есть небольшой опыт с тем, что происходит от грибов. Но неудивительно, потому что они, грибы, получили очень такое плохое имя. Еще с начала Римской империи они начали преследоваться, но потом все больше и больше, последние 200 лет очень сильно. Но что недавно начали находить в грибах, что, например, в Джон Хапкинс университете, там же в их медицинской клинике давали грибы галлюциногенные людям, у которых четвертая стадия рака и которые страшные депрессии, и они хотят покончить на жизнь самоубийством. Им давали грибы, они галлюционировали 6 часов, а потом вставали и говорили, да, мы знаем, что мы умрем, но жизнь прекрасна и удивительна. То есть они помогают как-то удивительным образом. Во всяком случае, то, что мы сейчас о них знаем. Они помогают часто с одного раза, о них нет вообще никакого привыкания. И привыкания настолько нет, что когда мышкам в клетку дают конфетку с героином и конфетку с грибами, конфетки с героином мышку отлепить от нее невозможно, она будет продолжать ее кушать. А конфетку с грибами один раз попробует и ни за что. Может, сколько хочешь ее добавлять в конфетку, а на второй раз то не подойдет. Поэтому от них почему-то проходит зависимость, как зависимость к курению, зависимость к алкоголю. И часто люди их принимают как способ переоценить сегодняшний день, непонятно, на правильную ли сторону ты двигаешься. Или, знаешь, вот человек, который сделал молекулу, пардон, ДНК, он говорит, что он в это время был на ЛСД, то есть на другом галлюциногенном препарате. И вот теперь это все исследуется и смотрится. Конечно, знаешь, сейчас начнется, можно будет ими капать в глаза, можно будет их использовать как сепазитерис, можно будет мазать их как крема. Ну, наверное, это, как всегда, с хайпом, оно, наверное, переборщит. Но, по-своему, оно находится в такой четкой стадии. В этом что-то есть. И при том, что сейчас их пробуют использовать в медицинских целях и вместе с психотерапией. Потому что, говорят, очень-очень много зависит от того, что люди слышат вот в это самое время. Они говорят, что что делают грибы? Они делают нейронные связи пластичными, более пластичными. И вот я слушаю сейчас мою любимую доктор, которая рассказывает о психоделоках, медицинский врач Эрика Залфанд. Она, кстати, тоже ее родители из бывшего Советского Союза. И она это объясняет так. Она говорит, представьте себе, что вы держите свою голову вот как аккуратненький шкафчик в кухне, где вилочки лежат аккуратно, ножики, все чистенькое, все аккуратно друг к дружке лежит. И вот это ваша голова. А теперь представьте себе, что вы примете Magic Mushrooms. Это как будто взять этот ящичек и перемешать все внутри. И вот оно в течение двух, трех, шести часов все перемешано, а потом восстанавливается на свои места. Но за это время вилочка может познакомиться с ложечками, которые раньше они никогда не встретились бы. И в это время очень имеет смысл, очень имеет большой смысл говорить с ними, говорить с людьми. И психолог может до них достучаться намного лучше, чем просто без них. Ну, может, это вот так немножко тебе такое общее про психоделоки. А что ты о них слышала, что ты думаешь насчет? Ну, я, честно, про них немножко слышала. Я как бы перед нашим интервью прочитала в Википедии. Вот, как бы это самое. Ну, опять же, в Израиле они запрещены, это я знаю. Вот, кстати, вот эта вот вечеринка, которая, так сказать, та самая жуткая вечеринка, который был в тот самый музыкальный фестиваль, который поразделяли, там было очень много таких вот психотелических этих самых. И поэтому даже очень многие ребята, они как бы не убегали, они думали, что вот это вот у них такое, так сказать, то, что с ними происходит, это как бы, да, это вот, это вот дуда, что это ихний этот самый, как бы. И кроме того, и к сожалению, скажем, действительно, скажем, те, кто были под препаратами, то есть кто-то наоборот, как бы, ну, скажем так, лучше выжил, лучше функционировал. Вот у меня есть пациент, который тоже, по-моему, был под какими-то препаратами, и он функционировал очень хорошо, там, сам себе жгут наложил, и сам себе как-то так, в общем-то, ну, то есть, в ситуации, когда он не должен был выжить, ну, в общем-то, благодаря своему хорошему функционированию он, так сказать, умудрился выжить. Вот, и это самое, как бы, он считает, что вот это вот, то, что эти препараты, что он был под препаратами, он, так сказать, его очень сильно, так сказать, сделал его концентрацию лучше, мы не знаем. Так, что, вот, и нету, я думаю, что еще очень долго, может быть, будет даже с точки зрения исследования статистикам, как у тех, кто погибли, тех, кто выжили, как тут препараты повлияли на кого и как, ну, и не все были под препаратами, нет, я не знаю. Вот, и это самое, как бы, но вот как-то вот из-за вот этого вот, вот вообще влияние психоделики очень начало в Израиле изучаться. Вот, и это самое, ну, пока изучаться в плане вообще, типа, как оно влияет, но я думаю, что к тому, что, как это можно реализовать в медицине, ну, может быть, это придет, в свое время это придет. Вот. Ну, у нас это придет уже быстро. В общем-то, медицинская марихуана и все такое. Ну, в принципе, в Израиле в этом плане такое достаточно консервативное, так сказать, общество. Ну, я думаю, не только в Израиле. Не только в Израиле, и даже в Америке во многих штатах. Но я в Колорадо, а в Колорадо, наверное, самый прогрессивный штат в этом плане. И у нас, во-первых, по всей Америке уже разрешен кетамин для депрессии. Ну, кетамин у нас тоже принимают, но это делают, как бы, это самое, в больницах. В больницах. У меня есть пациент, он принимает кетамин, и ему это очень помогает. Но у него такая совершенно тяжеленная депрессия, какая-то такая, ну, скажем так, явно вызванная каким-то химическим, ну, органическим нарушением в мозгу. Ну, кетамин есть свои недостатки. И ему как кетамин помогает. Кетамин, от него может формироваться зависимость. Кроме того, кетамин – это не решение всех проблем. Есть куча разных других наркотиков, которые могут работать лучше, чем кетамин. У кетамина есть одно огромное преимущество – он помогает сразу, мгновенно. То есть, если человек хочет прыгать с 10-го этажа, надо сначала принять кетамин, а потом подумать. Потом можешь сходить на терапию, еще чего-нибудь. Но есть другие варианты, не только кетамин для лечения психиатрических проблем. И, знаешь, я всегда, когда я думаю про использование этих психоделиков, я думаю, что как интересно будет использовать их вместе с терапией, благодаря вот этому состоянию гибкости нейронов. И вспоминаю о том, что слово – это очень важно. Сначала было слово. Поэтому правильно подобранное слово. В принципе, вот это вот создание новых нейронных связей, вот эта гибкость нейронов – это, кстати, очень важно. Это немножко, это тоже что-то похожее, создается ЭНДИАР. ЭНДИАР – это вот такая вот система, достаточно популярная в Америке, слышали, наверное, «Движение глав». Оно тоже создает такое, как бы, так сказать, ЭНДИАР, да. И оно тоже как бы создает вот такое вот, какое-то немножко, ну, гипнотическое состояние, там, где, так сказать, создаются новые нейронные связи. Как бы, ну, скажем так, я учила оба этапа ЭНДИАР, я мало им пользуюсь, вот, ну, в принципе, как бы говорят, что оно, в общем-то, ну, тоже очень в этом плане, как бы, рапорты, это то же самое, как гипноз и все такое. Ну, вы знаешь, у нас уже в Колорадо, я говорю, впереди планеты всей в связи с наркотиками. Китамин у нас разрешен по Америке. МДА – это экстази наркотика. Будет разрешен в 2024 году, хотя, кто еще все так надеются, в следующем году. В Колорадо будет разрешены Magic Mushrooms, так что мы можем практиковаться так же, как Баба-Яга. А в 2026 году будет разрешено DMT. DMT – это айоваска, это то, что вот в Перу делают шаманы. Это вот это лекарство. И очень интересно, как будет развиваться терапия вместе с принятием этих лекарств, потому что Колорадо уже сейчас, в штате Орегон уже разрешаются Magic Mushrooms, уже легально, и уже есть специальные healing centers. А в Колорадо будет вот-вот скоро, через год. И очень интересно будет, как будет развиваться наука терапии вместе с вот этими психотерапиями. Так что это будет такой вот сумасшедший такой ренессанс. Нет, на самом деле, я тебе немножко расскажу. Есть как бы, в принципе, как бы, да, у нас сочетание, скажем так, ну, скажем так, какого бы то ни было лекарственного вмешательства и обычной психотерапии, ну да, многие сочетают, но это не всегда. В принципе, скажем так, обычная такая, ну, вот такая психотерапия, это именно в Америке, она очень развита. То есть люди, в принципе, скажем так, достаточно здоровые, довольно, так сказать, хорошо и активно ходят в психологов для того, чтобы они, скажем так, ну там, те, которые молодые люди, которые ищут себе как партнера, кто-то, кто-то, сказать, забуксовался в профессии, пытается найти себе какую-то новую, так сказать, нишу или что-то еще. То есть психологическая служба, это как бы не только лечение, это и очень много какого-то такого, в общем-то, сопровождения и помощь человеку, ну, скажем, быть лучшей версией самого себя. Ну и кроме этого, да, психологическая, как бы, помощь, она и, так сказать, и при болезнях тоже. Вот. Ну, знаешь, в сфотографии депрессии тоже, но это просто надо понять, что психологическая помощь, это не только лечение. Не только лечение. Ну, знаешь, вот я сейчас только слушала лекцию по поводу MDMA и MDMA, экстаси, у тебя проявляет чувство эмпатии, чувство доверия, и вот это на этот короткий промежуток времени, конечно, пока ты под действием лекарства, но если в это время ты работаешь психотерапевтом, у тебя намного большее доверие, намного лучше ты слушаешь слова, намного лучше это проникает в тебе, и ты можешь прожить свои проблемы на фоне вот этого нового эксперимента. не при McDonald's не легко ничего не могу сказать, видимо, какие-то медицинские центры, которые все сочетает. Я думаю, что это все очень вполне возможно за этим будущее. Я как бы меньше это знаю. Но может быть действительно скажем так, если человек у него будет опыт создания доверия под воздействием гриба, может быть со временем он этот опыт создания доверия сможет реализовать в своей жизни и после того, который закончится. То есть вроде как приобрести какой-то новый навык. То есть доверять не только терапевту, доверять друзьям, доверять как бы кому угодно после этого, как бы и без гриба. Без гриба. Да, в общем, поэтому мы открыли этот канал, которым мы хотим говорить про наркотики, про этот ренессанс с людьми, которые думают про это абсолютно разные вещи. Те, которые против, которые за, которые имеют свое другое мнение, которые хотят оказать какой-то очень трудный вопрос, потому что это время этих вопросов, это находится в такой вот состоянии, в этом что-то есть, когда об этом очень интересно разговаривать. В общем, я очень рада, Женька, что ты приняла мою просьбу поучаствовать в сегодняшнем интервью. Спасибо тебе огромное. Что-то мне подсказывает, что мы еще поговорим на эту тему. Спасибо большое за то, что ты поддерживаешь тех людей, которые пострадали в Украине, в Израиле, на этой войне. Ам Исраэл Хай, героям слава. Слава Украине. Хорошо. Спасибо. Все, пока. Слава Украине. Спасибо. Спасибо. Спасибо.